Итак, центральным понятием для экспоненты от оператора является понятие нормы. Поэтому давайте подходить постепенно к изучению нормы оператора. И для этого вернемся к одному из наших сюжетов. Вот мы уже полностью разобрали маятник, как сюжет, подсказавший нам, что полезно заниматься системами линейных дифференциальных уравнений, и что их решением является экспонент от матрицы, что бы она пока не означала, мы еще этого не знаем, мы это будем определять. Но чтобы определить, нужно понятие сходимости. Чтобы была сходимость, нужна норма. Давайте разберем до конца сюжет, связанный с нагретой пластинкой, в которой тоже при одном из методей решений возникает понятие нормы. И возникает принцип сжимающих отображений, который подсказывает, что там на самом деле происходит. Хотя эту задачу можно решать и без него. Итак, напоминаем, что у нас есть такая задача. Определить точку, или может быть точки, мы пока не знаем. Которая удовлетворяет вот такой вот системе из трех уравнений, которую я записал в виде одного уравнения операторного. И чтобы подчеркнуть, что мы будем именно работать как бы с этим уравнением, как с одним, я записал это в виде, что ψ от v, который по определению равен одна треть некоторого фиксированного вектора w плюс одна треть от av должен быть равен v. То есть нужно найти неподвижную точку вот такого вот отображения. И мы можем еще заметить, что для любых v1 и v2 мы имеем следующее. Итак, норма ψ v1 минус ψ v2 равна... Одна треть w сократится. Останется что? Одна треть нормы av1 минус av2. Но дело в том, что а это линейный оператор. Оператор заданной матрицы, любой оператор заданной матрицы линейный. Сумму векторов переводит в сумму значений, а произведение вектора на число, то есть удлинение, переводит в произведение результата на то же самое число. Поэтому здесь можно написать, что это одна треть нормы оператора, примененного к v1 минус v2. Вот. И теперь, чтобы нам можно было утверждать, что вот эти расстояния уменьшаются в одно и то же число раз, не менее чем некоторое число раз уменьшается, независимо от того, какие v1 и v2 мы подставили, а это нам подскажет путь дальнейший, то есть это нам откроет дорогу к принципу сжимающих отображений, которые мы докажем, то, значит, мы должны посмотреть, должны доказать, что вот это вот меньше или равно, чем, собственно, норма v1 минус v2. Но это то же самое, то же самое, что утверждать, что норма оператора А меньше, чем 3. Норма оператора А меньше, чем 3. Потому что если норма оператора А меньше, чем 3, то норма его, результата его применения к любому вектору не более чем в 3 раза удлиняет этот вектор. И тогда все хорошо. Даже нужно доказать, что норма оператора А строго меньше, чем 3 для этого. Но мы сейчас увидим, что там очень большой запас. Итак, вопрос о норме оператора А. Что происходит, если мы берем x, y, z, так, лежащий на сфере, то есть x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат равно 1. Вот берем любую точку сферы, любую точку пространства с координатами x, y, z, такими, что сумма квадратов равна 1. Применяем оператор А. Вот он. Что у нас получается? А умножить на x, y, z. Это, разумеется, вектор с координатами y плюс z, x плюс z и x плюс y. Вот с такими тремя координатами. И вопрос, во сколько раз удлиняется вот этот вектор по сравнению с вектором x, y, z по максимуму? То есть, ну, грубо говоря, какую можно написать оценку на вот этот вектор, если мы знаем, что x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат равно 1. Можно ли как-то оценить сумму квадратов вот этих компонентов? Давайте попробуем оценить. Это, на самом деле, простая школьная задача. Итак, помним, что сумма квадратов равна 1. И пытаемся оценить вот это. Отлично. y плюс z в квадрате плюс x плюс z в квадрате плюс x плюс y в квадрате равно 2, скобка открывается, x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат. Ну, это я просто там некоторые вычисления опустил, очевидные. И квадрат y из двух мест уйдет, квадрат z из двух мест, и квадрат x тоже из двух мест. И еще два попарных произведения x, y, y, z и x, z. Но дело в том, что каждое попарное произведение по известной школьной формуле не превосходит суммы квадратов, даже модуль его. Не превосходит суммы квадратов. Поэтому даже если мы будем оценивать модуль, то можно вместо вот этой суммы двоекратных попарных произведений снова поставить ту же самую удвоенную сумму квадратов. То есть пишем меньше или равно чем 4 на x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат. То есть меньше или равно 4. Вот вам оценка. Сумма квадратов меньше или равно 4. А, соответственно, норма этого вектора, норма вектора y плюс z, x плюс z, x плюс y, меньше или равно на корню из 4, то есть 2. А значит и норма оператора A. Она получается не больше, чем 2. То есть он не больше, чем в 2 раза растягивает вектора. Оператор A, любой вектор растягивает не более, чем в 2 раза. Но после деления на 3 мы, понятно, получим что? Что этот растянутый не более, чем в 2 раза вектор после этого сокращается в 3 раза. Поэтому вот это 2 трети, это то самое ρ, для которого можно сказать, что ψ от v1 минус ψ от v2 по норме меньше или равно 2 трети на v1 минус v2 для любых v1 и v2. Вот, смотрите. Вообще любых точек, любых векторов трехмерного пространства. То есть оператор сжимает, он сжимает не менее, чем в полтора раза все вектора. Поэтому если мы берем какие-то 2 вектора, вот между ними есть какое-то расстояние, то после применения ψ расстояние сжимается не менее, чем в полтора раза. Ну а теперь просто вот по идее, представьте себе, вот у вас некоторый кусок пространства есть, да? Это я сейчас издалека, да, издалека привожу к принципу сжимающих отображений. Вот у вас есть кусок пространства. Вы бахнули по нему вот этот оператор ψ. Смотрите, вот даже самые дальние точки, они должны сжаться в полтора раза, да? Ну и все остальные тоже, да, не менее, чем в полтора раза. То есть этот кусок пространства после применения ψ, он стал как бы в полтора раза меньше, да? То есть все расстояния, которые здесь есть, попарные, они сжались не менее, чем в полтора раза. Но бахните еще раз ψ, бахните еще раз ψ, что у вас получится? У вас получится уже не менее, чем в 2.25 раза, да, все расстояния. То есть диаметр вот этого множества будет уже вдвое, даже более, чем вдвое. Меньше диаметра исходного, да? Ну хорошо, бахните еще раз ψ. Вот у вас все это будет постепенно, да, как шагреневая кожа, да, как-то все это сжиматься и сжиматься. Но вот вопрос только такой. Вот вы, допустим, это вот сжимаете бесконечное количество раз. Ну интуитивно понятно, интуитивно понятно, что вы вот это вот бесконечное количество раз сжимая, да, любую точку, вот начиная с любой точки, какой-нибудь произвольный вектор взяли, w, и давайте его сжимаете, сжимаете, сжимаете хотя бы тот самый наш вот abc. И вот интуитивно кажется ясным, что это и есть вот это вот бесконечное количество сжатий, да, если можно определить, что это такое, вот такой предел, то это и есть наша исходная точка x, y, z, потому что как бы нужно же найти решение уравнения ψ v равно v, но если как бы у вас бесконечное количество раз ψ, но дописали к нему еще раз, конечно, ничего не изменилось, все равно стало бесконечное число раз. Но это очень неформальное описание на самом деле того, что происходит. То есть пространство сжимается, и оно все фактически с помощью этого ψ, с помощью итераций ψ раз за разом, все пространство сводится к вот той самой единственной точке, которая уже неподвижна относительно ψ. Это и есть внутренняя логика процесса, и это и есть решение, это один из способов решения. Конечно, у этого простейшего уравнения есть огромное количество других способов решения, мы про них поговорим, когда вообще проговорим про линейные образы, про то, что делается, что как бы вот система линейных уравнений, да, как их видеть глазами, пытаться глазами увидеть в многомерных пространствах, это очень важная техника. Но это будет потом, когда мы вернемся к таким вещам, как система линейных уравнений, это произвольное количество переменных, как их воспринимать. А пока мы хотим понять, можно ли вот этому всему придать точный смысл. Оказывается, можно. А именно, давайте докажем принцип сжимающих отображений. Ну, точнее, я не буду его в подробности доказывать, потому что он во всех книгах изложен. Я его объясню просто. И мы увидим, что требуется в нем. Вот, что действительно в нем требуется, это важно. Итак, задано некоторое отображение нормированного. На самом деле, в принципе, сжимающих отображений можно говорить про метрическое пространство. Можно говорить про метрическое пространство, но нормированное пространство – это пример метрического пространства. Давайте я буду здесь про метрическое говорить, чтобы вы знали общий принцип сжимающих отображений. А здесь что такое метрика? Как вычислить расстояние между векторами? Ну, это просто норма разности между ними. То есть в любом нормированном пространстве расстояние вводится вот такой формулой. Мы потом вот увидим, когда про норму будем говорить уже подробно, что какие требования на норму есть, постулируются. А пока давайте я просто вам сформулирую сейчас принцип сжимающих отображений. Пусть есть отображение некоторого метрического пространства в себя. То есть вот есть просто преобразование метрического пространства. Метрическое пространство. А метрическое пространство, что такое вообще метрическое пространство? Это то пространство, на котором мы умеем измерять расстояние. Что такое измерять расстояние? Ну, измерять расстояние, тут должны быть какие-то очевидные требования. Ну, например, расстояние между любыми двумя точками должно быть неотрицательным, конечно, чтобы можно было работать нормально. Вот, и более того, расстояние равно нулю в том и только в том случае, когда x и y совпадающие точки. То есть между совпадающими точками должно быть нулевое расстояние, между несовпадающими строго положительное. И расстояние от точки x до точки z можно измерить путем измерения в начале до y, а потом от y. То есть расстояние между точками произвольного метрического пространства, произвольного множества, если мы задаем на нем расстояние, оно должно удовлетворять такому требованию, что путь из x в z, расстояние это кратчайший путь из x как бы из одной точки в другую. То есть мы пытаемся понять, как кратчайшим образом понять из точки в точку. Но если мы из x в z прошли через y, ну например, там нужно какую-то депешу принести из точки x в точки y, а потом уже идти в z. Ну, ясно, что кратчайшее расстояние, кратчайший способ попасть, не длиннее, чем сумма. Потому что это просто один из способов, и все. Поэтому постулируется вот такое вот свойство, которое называется неравенство треугольника. Ну и постулируется симметрия. Расстояние от x, y и расстояние от y до x должно быть одним и тем же числом. Это, кстати, это вот если вы попытаетесь мерить расстояние, как время попадания из точки в точке, из одной точки в другую, не как физические расстояния, которые нужно пройти, а время. Время это очень хороший способ изменения расстояний. Но смотрите, вот это, конечно, верно, и это, конечно, верно, но вот это уже неверно, потому что если вы утром пробуете попасть из метро-городка в центр Москвы, или, наоборот, из центра Москвы в метро-городок, время будет очень разным, потому что утром пробки из метро-городка в центр Москвы вам не дадут быстро попасть. А в обратную сторону, пожалуйста, раз и все. 20 минут, и вы на месте. Поэтому на самом деле это не очень безобидное требование, которое, тем не менее, мы должны постулировать. И еще, вот это вот как бы это все, в принципе, это все, что нужно, чтобы изучать свойства сходимости, последовательностей, свойства непрерывности и так далее. То есть настоящая наука, настоящий математический анализ, он может проводиться на произвольных метрических пространствах. И получается там очень много содержательных утверждений, очень похожих на тот математический анализ, который напрямой строится. И, соответственно, в каких-то многомерных пространствах, потому что это все примеры метрических пространств. Но также примером метрических пространств является пространство операторов, пространство просто функций. То есть есть очень много видов метрических пространств, которые не похожи на обычную вещественную прямую. Но весь матанализ можно, по крайней мере, начинать на уровне непрерывности, сходимости и так далее. Строить на таких пространствах, просто чтобы себе сократить путь. Так же, как мы сокращали путь к сходимости через общее определение предела. Вот был предел, да, по базе. Он нам упрощал изучение пределов. Также упростит изучение разных пространств общая концепция метрического пространства. Так вот, и требуется две вещи. Первое, что ψ сжимает, то есть существует r, а строго меньше единицы, больше нуля. Число такое, что для любых точек x, y расстояние между ψ и ψ и y меньше или равно r умножить на расстояние между x и y. Это первое требование. А второе требование это полнота. Полнота. Полнота метрического пространства. Мы изучали полноту вещественных чисел, постулировали, что она имеет место в качестве аксиомы. Полнота метрического пространства означает, что любая, по определению, любая фундаментальная последовательность сходится. Здесь, конечно, нужно, чтобы вот это вот в полной мере почувствовать, да, чтобы это определение понять, нужно объяснить, что такое фундаментальность, что такое сходимость в произвольно-метрическом пространстве. К этому мы дальше перейдем. А пока я сделаю вывод, зачем это все нам будет нужно. Затем, что следствием вот этих условий будет существование и единственность. Вот этот значок отвечает за существование, а этот за единственность. Такой точке х со звездой из нашего пространства, что Пси от х со звездой равно х со звездой. Существование неподвижной точки. Это такой центральный результат. Центральный результат анализа нелинейного. Если есть полное метрическое пространство и сжимающее отображение, то больше ничего не надо требовать. Больше вообще ничего. Тогда обязательно существует единственная неподвижная точка. И более того, как ее нащупать? Ответ такой. Берете любую точку х0 и итерируете Пси от х0. То есть дополнительная, так, С квадрат от х0. То есть итерируете. Вот эта вот последовательность из любой точки сходится как за звездой. Экспоненциально быстро. Все. Ну, для того, чтобы ее доказать, нам нужно развить некоторую технику, связанную с работой в метрических пространствах общего вида. Редактор субтитров Арт Boboosh